Че хочешь теперь? Уходи отсюда! Уходи отсюда! Только въехали в Париж, встали в пробку. Знаете, что первое произошло? Нашу машину окружили нищие. Ну, я не знаю, цыгане или кто это был. Дети, взрослые. Я успела девочку снять, потому что она просто нахально стояла, чуть ли не под колеса нам кидалась. Добро пожаловать в Париж! Мы на Олимпиаде! Ты первое, что нас встретила? Первое, что нас встретила, это встретили бомжи. У меня девочка была еще, у нее лицо какое-то такое? Ну, то румынское лицо было. Ей было лет шесть-семь. Да, не больше. Ну, ладно, девять. Но в глазах ей было лет уже сорок. Да, глаза такие пожившие у девочки были. Пожившие были. Такие взрослые были глаза. Думаю, не от хорошей жизни. А знаете, как называется улица, по которой мы сейчас едем? Мы находимся в Париже. Как называется? Одна из улиц Парижа. Улица Ленина. И мы перепроверили. Ну, авеню Ленина. И мы перепроверили. Это реально улица имени Владимира Ильича Ленина. Это не шутка. Это абсолютная правда. Мы еще смотрим Ленина. Написано. Ленина. Я говорю, может что-то значит на французском, что-то другое? Ну, она учила французский. Она говорит, да вроде нет такого. И потом начали искать эту улицу и нашли что-то имени Владимира Ленина. Париж. Вот он Париж какой. Нам на троих три билета. 12 евро. Билеты из Олимпиады подорожали. Это билеты на метро, не на самолет. Я не знаю, как выглядит город. Но вот мы находимся в центре метро. Тут выход. Нет, это выход Елисейские поля у нас сейчас. А где люди? Ну, людей как бы так себе. Интересно. Вот Елена Рыбакина. Это откуда? Ильжана Тониева, Казахстан. Понятно. А, ну там тоже парень из Казахстана. Пока мы заехали, чтобы запарковаться в Париж, это можно было сойти с ума, если честно. Какой-то кошмар. Весь город перекрыт. Столько полиции мы еще никогда в городе не видели. Просто стоят целые отряды полицейских. Такое впечатление, что полицию стащили со всей Франции. А может даже из соседних стран тоже. Вот полиция, все перекрыто, в центр не заехать. Мы запарковались аж в Лади Фанс. Там оставили машину и на метро приехали в город. Честно, мы думали, что будет очень много людей в Париже. Но не похоже, что здесь много. Ну, есть люди, конечно. Но как и обычные дни в Париже. Без фанатизма. Да, тут одни казахстанские спортсмены. Какая очередь в Олимпийский бутик. Ну, там сувениры, видимо, или что это? В общем, приехала я сегодня в Париж. Приехали мы сегодня в Париж. Всем привет. Отметить день рождения. Потому что у меня... У меня сегодня день рождения. Но день рождения, кстати, не только у меня сегодня. У многих сегодня день рождения. Например, у основателя легендарного... Легендарного Луи Виттона. Вообще, как бы... Мне очень нравится история просто этого человека. Потому что, действительно... Он, кстати, из бедной семьи сам создал себя. И, видите, его детище сейчас... Это уже конгломерат. Смотрите, какой красивый здесь Луи Виттон. Он в виде чемодана. Потому что, вообще, начинал свою деятельность этот человек с того, что продавал чемоданы. Собственного производства. Вот, какой красивый этот... На Елисейских полях, какой красивый здесь Луи Виттон. Как круто это все сделано. Даже кнопочки сделали. Вот, с надписью Луи Виттон. В этот конгломерат Луи Виттоновский входит и очень много домов шимпанских вин. Не понял, а это стройка? Например... Мы закрыли стройку. Аааа... Например, Вдова Клико или Моэд. Иншандо. Ну, а теперь это не здание. Вот здание Луи Виттона, а это стройка какая-то. Ну, как они закрыли стройку? Это вообще нечто. Да, это стройка. Здание, да. Здание, вот. Я что-то думала, что они так прямо его расширили. За чемодан? Да, стройку спрятали в чемодан. Посмотрите, как красиво. За чемодан? Да. Да. Вот собаку жалко. Даже их тут три. Хорошо, что у каждого есть. Наконец-то мы нашли мусорку. Наконец-то мы нашли мусорку. И вообще мы вышли в самое расколбасное место Елисейских полей. Здесь... А здесь что проходит? Здесь тоже соревнования какие-то? Да, на Конкорде. Проходят соревнования. Несколько лариков встретились с сиськами. К каждому из которого стоит очередь большая. Пока есть у меня желание покинуть эту улицу. Здесь выглядит, здесь выглядит как пляж прям. Сидит человек на высоком стуле. Кусок асфальта очень важный. Да, вот этот кусок асфальта очень важный. Видите, его огородили. Там даже нарисовали какие-то знаки, что сюда нельзя заходить. Это очень важный кусок. А там два. А там два. А там два. Здесь тоже. Смотрите. Вот какой. А если вот тут, смотри, я могу зайти. Ну, не знаю, расстрелять. Город огорожен полностью. Просто в некоторые места пускают только по партбилетам. Везде какие-то конструкции железные. Хаос ужасный. Это наши чувства. Может, кому-то это нравится. Вот такой богатый и зеленый. Посмотрите, какой богатейший зеленый цвет воды. Да, камера. А вот там что-то плывет какой-то кусок дерьма. Да, вот. Это сколько миллионов евро потратили на... А, полтора миллиарда евро потратили на чистку сены. Так. Вот, смотрите. Нет, ну, я думаю, вода такая нежно-зеленого... Вода нежно-зеленого цвета. А я думаю, она просто настояна на травах. Это как тархун. Пить можно. Пить можно, слезам младенцев. Нет, ну, серьезно, да. Река, конечно... Просто, я не знаю, они чистили ее от чего. Ну, очень красиво здесь видно Эфелеву башню. А эти кораблики где писают? Где писают? Там, где надо, там и писают. Не, ну, может круто, что в центре города там они устраивают состязания. Ну, ради этого они перекрыли полгорода. Ну, не знаю. Ну, река меня устраивает. Настойный на травах чай. Цвет реки. Ну, Александровский мост прекрасен. Просто если не смотреть сюда, а смотреть только сюда. Кстати, кто не знает, мост открывал Николай II. Построил этот мост Россия. И вот такая красота в центре Парижа. Самый красивый мост Парижа. Мост Александра III. Так. Ну, красиво. Все красиво. А, посмотрите, тут веревки сделали. Я не знаю, если видно. Вот веревка поднимается. Специально обученный человек поднимает веревку. И гости Олимпиады могут перейти дорогу. Вы представляете? Веревку. Это технологии будущего. Веревка. Так. Сейчас мы пройдем, и веревка за нами опустится. Вот человек с веревкой. Так. С собой в стороне веревка. Да, веревка. Да, веревка. Вот человек, который его специально учили веревку. Это правильно. Надо еще уметь правильно поднять веревку. Сейчас мы пройдем, смотрите, вот эта веревка. Вот она при этом не проезжает. Ее сейчас поднимут, и все. А потом опять будет чудо, опять веревка опустится, и люди пройдут. А это очередь в туалет. Причем... Да. Но через туалет. А я не понимаю. Ну, хорошо. Там дальше. Ну, поставьте эти туалеты каждый метр друг от друга. Тут действительно много людей. Люди пьют воду. Ну, не положено. Ахахаха. Ахахаха. Ахахах. Я только к нам идем. Чище, чище, чище. Ага. Да, эти туалеты, которые мы увидели, это были первые туалеты, которые мы увидели. Ахахаха. Хотели пройти к русской церкви, вот так вдоль сены. Ну, посмотрели, чтобы нам к ней идти десять минут. Десять минут – это много для нынешнего Парижа. Почему? Потому что я не знаю, кому-то может эта идея проведения Олимпиады в центре города кажется вау. Новый, как глоток свежего воздуха. Ну, видимо, это тем, кому нравятся толпы. Потому что не просто толпы, а оно какое-то все дебильное. Потому что вот чтобы перейти дорогу, нужно стоять в толпе людей, которые скучковались все в одном месте, потому что везде стоят ограждения. И чтобы перейти дорогу, вам должны будут поднять веревку. Не знаю, город перегорожен полностью. Вот, смотри, улица перекрыта. И это мы просто свернули на пустую улицу, более-менее пустую. Потому что если идти вдоль сены, в сторону Эйфелевой башни, то вы будете идти в толпе. Улица перегорожена наполовину. Люди трутся друг от друга. Жара. Ну, все продумано до мелочей. Если бы я была парижанкой, я бы отсюда сбежала на время всей Олимпиады. Посмотрите, перегорожен только кусок. Вот кусок. Здесь перегорожено. Велосипедисты только могут заезжать. А там? Пожалуйста. Все нормально, все открыто. Ресторан Петросян. О, да. Ресторан Петросян. Тут продают черную икру. И там вроде Петросяна. Да. Это не он? Это не ресторан. Это магазин с икрой. Да. А вообще некоторые улицы Парижа выглядят вот так. Это мы в центре Парижа находимся. Здесь есть левобашня за этими домами. Но вот здесь не проходят туристические, олимпийско-туристические маршруты. Здесь не проходят. И видно, что людей нет. Выглядит так, что действительно парижане разъехались, потому что это ад. Я уже жалею, что мы сюда приехали. Ну, вот захотелось посмотреть, как это у них тут на Олимпиаду выглядит. Ну, посмотрели. Ну, ладно. Теперь будем знать. А вообще Париж нравится. Если уйти вот с олимпийского, да, с олимпийского маршрута, то посмотрите, пусто в городе. Эту улицу мы хорошо знаем. Мы когда-то жили на ней. И тут всегда было много людей. Местные, французы в основном, Парижане. Было бы очень много людей обычно. Да, воскресенье. Ну, да, сидят в ресторанах. Ну, не так, как обычно. То есть местные все-таки поняли. Что делать здесь нечего. Цены в парижских ресторанах в центре города, там, где проходит олимпийское безумие, они не для слабонервных. Но, если свернуть за угол, то можно найти миленькие ресторанчики под названием, например, Моя маленькая курочка. Купить себе курицу за 18 евро. И съесть. Смотрите, какая стройка впереди. Это что-то они огородили. Да. Какие элисейские поля? Марсово поле. Это мы хотим выйти на Марсово поле. И ощущение, что оно закрыто. Вот этим деревянным забором. Там по фарм бежит. Да. Оооо, мама родная. Ты здесь? Они все закрыли? Они загородили это все дело. Посмотрите. Еще каким плотным забором. Извините, я не автомат дарю. Там какой-то бардак, да. Ну, в общем... Это бардак? Мы тоже посмотрим. Все, конечно, понимаю. Экологи, возможно, в восторге. Но этот забор возле Эйфелевой башни можно было бы сделать более симпатичным. Ну, просто деревянный забор. Просто забор. Впереди Эйфелева башня. Тут все огорожено. Ну, да. Везде люди сидят на стульчиках под зонтиками. Вот это очень красиво. Вот это, смотрите, да. Вот мы находимся, мы сейчас находимся в Париже. Столица Олимпиады. Вот что это вообще? Ну, да. Эйфелева башня, вот она, вот она, вот она. Я понимаю, что есть люди, которым это все безумно понравится. Иначе как-то... В Европе же знают, как правильно все делать. Вот. Ну, я высказываю свое мнение. Я в недоумении вот этой красоты. Деревянный забор какой-то. Точно что, как в деревне какой-то. Огородили. Они бы еще колючую проволоку сверху намотали. Ну, почему так... Некрасиво, мягко говоря, это все выглядит. Да. Какие-то эти, ворота, как, я не знаю. Он вроде какой-то скотобойню только что-то там закрывал. Да, вот этот деревянный забор ни уму, ни сердцу. Ну, реально? Ну, неужели... Ну, хоть как-то бы его разукрасили, что ли? Не знаю, какие-то плакаты на него красивые повесили. Картины какие-то. Да. Или хотя бы уже кладом там... Нет. А у него такое, вот как вот сосед перед соседом. Чтоб майно... Чтоб майно не увидели. Да, вот смотрите, мы идем в каком туннеле. Чтоб дорогое майно никто... Не бачив. Да, там какой-то красота... Ну, ладно, не буду снимать. Вот. А там вообще все, все, смотрите. Все загорожено. Что за срань? Вот это все. Все, дальше нельзя. Люди на Марсовом поле сидели. Сейчас вот так. Пикник на обочине. Вот. Вот. Это перезагородили. Ну, смотрю, народ туда пошел. Идемте. А вот для чего оно здесь? Впереди старый добрый деревянный забор. Нет, ну ведь можно было, например, на него повесить какие-то плакаты с картинами из Лура. Да? И уже полно красивее смотрят. Да, да. Вот, смотрите. Вот они как сделали. Там какие-то высказывания. Великие люди. Но сделать же и там так можно было. Нет. Деревянный забор. А тут чья-то лошадь успела насрать. Или же это куча воняет. Вот. Смотрите, как здесь красиво. Здесь они рассказывают историю выставки этой в Париже в 1900 году. Вот. Как красиво. Здесь истории чего-то рассказывают, хотя бы на этом заборе. А там просто деревяшки. А это сколько дерева на это говно ушло? Ну, зато очень экологично. Какое здесь красивое здание. Вот это. Из-за того, что все в Парифелевой башне огородили, народ прет по узеньким улочкам. Посмотрите, все подходы к Эйфелевой башне перекрыты. Здесь стоят вот такие заборы. Там деревянный. Второй как бы двойной стеклопакет. Здесь такое. Там деревянный. Вот это что. Почему? Почему это перекрыли? А ну, чтоб машины не заезжали. Ок. Ок. А что не веревкой? Да, просто веревкой. А почему не стоит человек специально с веревкой? И теперь все марсовое поле. Все люди, которые сидели перед Эйфелевой башней на марсовом поле, перекочевали на соседнюю улицу. Выкнули за 101-й. Да. Выкнули за 101-й километр. Всех. Ну, такое. Не знаю. Для меня это такое какое-то... Ну, классно, да? Олимпиада, праздник. Ну, все вот эти какие-то заграждения. Они какие-то несуразные все. Вот этот деревянный забор. Такое что-то. Ну, почему не на стадионах проводить Олимпиаду? Почему они опять не выключают эти светофоры? Они просто так для кого-то фокусы. Да. При этом светофоры все работают, но машину сюда не пускают. Ну, ладно. Светофоры это чепуха такая. Электричество. Ооо! Так, стоп-машина. А, нет, это да. И вот везде стоят специально обученные люди. Вот, как в этом случае. Она показывает бич волейбол. А, нет, она показывает бич волейбол. Ага, ясно. А тут можно зайти, смотрите. Идемте, прорвем. вы посмотрите как они какая у них реклама красивая от руки накалякали что этот пляжный волейбол до от руки на бумаге написано это олимпиада в париже у них чё ну пить а ну да это же все очень экологично а да фломастеры ты видел этого экологическую табличку о том что будет проходить волейбол на пляже от руки написано знаешь причем не красиво уже какой-то красивый почек каллиграфически красиво подобрали ну как-то попросите хорошо бы найдите людей которые умеют красиво писать а там писанина как он знает и у меня почерк ужасный вот если бы я левой рукой вот так написала правой меня бы получилось лучше от руки на каком-то на какой-то просто бумаги вот мы нашли одно место где люди могут сесть на траве под эйфелевой башни это в самом начале прям под эйфелевой но слава богу что сама эйфелева башня более а с какая очередь стоит чтобы на нее подняться мамами а тут смотрите что это же а и раньше все эти люди были растянуты по всему марсовом поле сейчас здесь на бульварах валяются либо вот здесь мы сейчас сядем ах лава 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 лавочка в общем вот такой у нас отдых в париже на этих несчастных клочках земли которые остались возле эйфелевой башни сидят люди что хочется сказать ну понятно кому-то это нравится на каждый товар есть свой покупатель кому-то нравится купаться в засраной сенья можно даже и попить можно даже попить из нее кому-то нравится когда оскорбляют христиан больше всего понравилось это комментарии некоторых людей к этой олимпиаде ну конкретно что хотела рассказать мы видим что пишут чехи просто обычные чехи европейцы как вода что пишут люди об этой олимпиаде когда читаем комментарии к ней ну девяносто девять процентов вы не задрела какие-то позитивные комментарии про олимпиаду ну да ну вот два из что случилось там три рынке сидим каком-то короче когда вот заходишь комментарии что пишут чехи к этой олимпиаде сплошной негатив есть попадаются да там кто-то ну конечно кому-то это может нравиться конечно сто процентов я поверю что есть любители такого и вот это его тайные вечери в виде того чтобы что нам здесь показали и всего 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 вот когда мы читаем что пишут чехи все в шоке никому не нравится что пишет общие лидеры мнений по всему миру ну мы все видим это никому не нравится мою любимое другое господи мне впечатление что мы сидим на пляже или на парке ла 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 кто-то кричит громко говорит мороженое продать мне очень нравится другая когда заходишь я зашла на фейсбук недавно и начала смотреть что же пишут некоторые мои знакомые об этом открытии олимпиады и многих ну это мои знакомые люди я знаю хорошо но многие же сейчас пытаются доказать что мы европейцы вот пустите нас в европу мы такие же как вы не знаю если эти люди читают мнение европейцев об этом но они высказывают свое причем я повторюсь многих из этих людей я знаю знаю их отношения ко многому люди люди которые в качестве оскорбления используют слово для нас но друг чуха отгремело открытие читаю я знаю этого человека знаю как как он не терпим сам глоток свежего воздуха это же прекрасно какая там кто-то что-то ему написал что ты че вообще что ты несешь он отчетя за скрепы такие слова скрепы вынули из сундука ну для них вообще все что ну да мне кажется что эти люди смотрят а что там русские пишут русским не понравилось значит нам нравится ну во-первых русским не понравилось кому-то и русским понравилось сто процентов вот так и не только русским не понравилось многим не понравилось какое здесь сумасшедшим да на вокзале причем на зале в девяностых вот я сейчас сижу до вокзал одесса москва отправляется поезд одессы автобус на железный порт слышно кричат из репродуктора причем такое что-то дешевое кричат они продают чемоданы луи виттон так вот очень многим людям понравилось открытие олимпиад понравилось я думаю только лишь потому что они хотят посчитали европейцами очень много когда захожу в украинские группы нет не все украинцы шли с ума многие называют вещи своими именами но некоторые опять слова скрепы на болотах но на болотах никому никому не понравилось но в них скрепы а мы вот такие продвинутые нам это нравится пишут люди которые детей своих первого сентября отметить отправляют школу вышиванки им не нравятся скрепы они против этого для них это олимпиада это глоток свежего воздуха вообще конечно честно говоря приехать свой день рождения но любопытство любопытство теперь я вижу серьезно честно все любители вот этого действа которые сейчас здесь приходит может быть у кого есть это партбилеты которые проходят на трибуны которые не вот не вне сидят здесь подбородник не валяются на земле с простыми смертными может им нравится посмотрите вот сейчас покажу как мы сидим вот мне честно говорят мы сейчас прошлись по городу я не знаю а может я не такой большой любитель спорта плюс говорю ну это это же спорт превращен уже в какой-то посмешище когда мужчина называющий что он считает себя женщина сбивает девочку это скреп если если возмущаешься это скреп и если вот не да если мне интересно вот эти люди которые которым понравилось открытие нравится когда мужчина избивает женщин а ну да этот мужчина себя женщина считает ну в принципе да и вообще кого вот такая олимпиада может объединить олимпиада это как спорт и мир победила всех кому это не понравилось о спорт и мир о каком мире речь о каком объединении речь о каком объединение опять автобус на железный порт отходит осталось одно место осталось девочки девочки быстренько подходим проезжай так вот кого это может объединить если я представляю да типа я такая я я без скрепов я все это приветствую мне все это понравилось а где там где-то я не знаю там в ауле в каком-то сидит дедушка который у которого есть скрепы да у него не только же бескрепные люди опять железный порт объявляют продолжу ладно мы без скрепов мы такие раскрепощенные я тоже может быть глубине души чувствую себя мужчиной эдик женщиной там как бы на подал они ну ладно тут этих ты полон скрепов но где-нибудь в каком-то горном ауле сидит дедушка который полностью закрепощенный да ему 80 лет не хочет посмотреть олимпиаду там какой-то его тиму команда олимпийская выступает и вот он смотрит это открытие а он не имеет права он-то имеет право это посмотреть а ему это понравится и не только этот дедушка да много людей не обязательно должен быть дедушка на кавказе где-нибудь это может быть любой человек который ну да он закрепощен почему а почему кто-то решил что мы все такие вот раскрепощенные что нам все это нравится что мы прям вот еще раз говорю олимпиада мое мнение моё 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 конечно же я уверена многие скажут что я в сумке после этих слов не отправлялась куда меня уже отправляли железный порт так почему закрыл закрепощенный человек не имеет права посмотреть олимпиаду не имеет права насладиться ее открытием что нас ждет на закрытие в общем я так понимаю это олимпиада показала что большая часть мира закрепощена нам еще работать и работать со своими скрепами раскрепощены только такие дядьки 200 килограммовые сидящие на проперденных диванах я лично таких знаю которые которым очень понравилось открытие очень просто в восторге он бы не хотел чтобы вот его сына женился вышел замуж на он бы не хотел но он бы человека желтой бородой который там сидел он в этом он у себя дома этого не потерпел никогда в жизни но он же должен написать какой он раскрепощенный какой он европеец люди которые ходят на аппарат вышиванки они тоже так раскрепощенный какие там скрепы далеко нам еще до этих раскрепощенных ну а мы тем не менее сидим мы еще не готовы да мы приехали посмотреть что здесь делается мне это не нравится в общем абсолютно глупое времяпрепровождение жара в городе страшно а а в алимпийской деревне нет климатизации кондиционеров кстати чешский тим привез с собой все эти кондиционеры все это привез с собой то есть никак это не повлияет на экологическую веке логике логить на экологическое счастье планеты кто-то свои матрасы были кто-то вообще съехал с этой олимпийской деревне в общем жара в городе страшно туалетов нету туалет и есть да но там где толпа людей туалетов мало вот это жара страшная то толпа людей перекрытые все достопримечательности и присутствует на олимпиаде люди полностью закрепощен мы не знаю если я правильно сделал может быть правильно за приехали посмотрели как она как она это олимпиаду выбить а вот так отдыхаем вот так вот красиво отдыхаем вайфа левой башни короче этот день рождения я запомню на всю жизнь день рождения в париже да вот так вот красиво жить не запретишь видите какой чудесный дизайн вот этих ларьков которые стоят летом летом 4 августа возле и филевой башни а там что-то смотрите что-то едет спускается там по этим вот точно радует ну посмотрите на этот шикарный дизайн ну зато они уже готовы к новому году везде вот эти железные заборчики я бы я после посещения этой олимпиады их буду бояться заборчиков они здесь везде куда не посмотришь везде эти заборчики или так стоят без дела или что-нибудь огораживают в общем такое впечатление что мы попали в клетку чего мне не хватает сейчас в париже вот этих вот продавцов эйфелевых башен знаете они ходили такие с погремушками вот такое кольцо на него на низу на эти левые башни них продавали прям их очень не хватает сейчас как париж осиротел без них люди так тайно что-то предлагают свои услуги сейчас стоит сейчас стоит человек и тайно предлагал он тайно предлагает нарисовать портрет что полиция не увидел здесь можно посмотреть соревнования велосипедистов кстати эти прям под эйфелевой башни вот здесь соревнования сейчас проходят по телевизору показывают что а здесь люди ждут ну прикольно в этом плане но это фронт и я да я это и а и 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 А мы ждем победителей велогонки. Вот сейчас они сюда приедут, прям под Эфелевой башней. Ну, я не могу Ваду с Эдиком оттуда вытащить, они хотят увидеть, кто победит. Кстати, им еще ехать 20 километров. Что сейчас мы заметили? Мы зашли и встали на крутые места, такие, ну, я сижу вообще, а Эдик сладый там встали на крутые места. А сейчас мы поняли, что мы зашли туда, где вход по партбилетам, каким-то пропускам, нас никто даже не проверил. Мы не поняли, что их проверяют, мы просто тупо прошли, так, знаете, я от Семен Филипповича. У нас никто не спрашивал ни о чем. Просто они там что-то смотрели, а мы не поняли все, что там проверяют, вот эти пропуска. И просто такие обошли и прошли. А вот теперь на нас все туда смотрят и думают, кто это, кто это такие? Последний километр, сейчас мы узнаем, какой велосипедист, какой велосипедист победил. Вот такой, все на таком низком старте. «Все нет, почему?» «Все нет, как я делал. Вы приехали там?» КОНЕЦ Кошмар, весь город как перегорожен. Невозможно даже просто дорогу пройти, как в компьютерной игре. Пока не пройдешь определенный уровень, но другой уровень перейти не можешь. Вот мы сейчас не можем просто перейти дорогу. Австралия и их обокрали. Да, австралийцев обокрали здесь. Велосипеды, кстати. Да, велосипедю стафагравили. А вот американцы, кто тут еще есть, итальянцы. А вы, знаете, какие дороги едете? Ага, конечно. Они по 100 тысяч просто. Спасибо. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима! Дима! Это реально. О, нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну все, покидаем мы Олимпиаду и возвращаемся в Шампань Всем спасибо, что были с нами в этом городе До свидания из Олимпиады Субтитры сделал DimaTorzok Выиграл американец Американец выиграл, вот Мы стояли смотрели и выиграли Да, это женщина Это выиграла женщина Но мы не знаем как она себя чувствует Если она себя чувствует как мужчина Тогда выиграл мужчина Сейчас без 100 грамм Сейчас без 100 грамм не разберешься Ну в любом случае тогда велосипед Ну кстати вот этот момент, когда мы попали на Вот это вот Велосипедное состязание Мне понравилось Там хоть что-то было Каждый болельщик болел за свой тень хоть какая-то А так Не знаю, может я привзято отношусь к этому Ладно Едем мы в Шампань До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok